Шаг за порог и ты уже в лагере. Детский лагерь прямо дома. Да, теперь и такое возможно. Вероника каждое лето выезжала в палаточный лагерь экоцентра. В этом году из-за пандемии такой возможности не оказалось, но вовремя подвернулся вариант отдохнуть дистанционно в онлайн-лагере про природу. Возможность упускать не стала, а каждый день девочка выполняет по заданию, всего их 26. Некоторые мастер-классы так понравились, что выполняет их снова и снова. Закладка «Кошечка. Точное попадание в детское сердце». Мне понравилось делать кошечку. Я вот сейчас эту книжку читаю и буду в ней использовать закладку, чтобы не потеряться. Родителям как никогда спокойно. Дети дома и при этом не скучают, занимаются полезными делами. Такое время, что дети не могут лишний раз выйти на улицу, пойти на площадку, например, поиграть, покататься на тех же великах. А так они все равно что-то получают, какую-то дополнительную информацию, читают дополнительные статьи, что-то ищут в интернете, увлекаются этим всем. Поэтому я считаю, что да, это выход из данных ситуаций. Педагоги экоцентра теперь тоже работают онлайн. Живые экскурсии заменили на виртуальные. Все рассказываю. Итак, ребята, сейчас мы с вами находимся в нашем дендраре. В программе лагеря – знакомство школьников с дикими животными, составом почв и особенными растениями. Это красиво цветущий кустарник, называется чубушник. Часто его называют жасмин. В ходе онлайн-эксперимента дети выращивают дома вот такие кристаллы. А любимую кока-колу используют не по прямому назначению, проверяют ее свойства. Кроме разного рода познавательных занятий, занимательные мастер-классы – один из них по черенкованию комнатных растений. Каждый день педагоги-кураторы проектов комментировали, не давали оценку, а именно корректировали, комментировали выполненные работы. Воника, я тебя вижу, молодец, покажи, что получилось у тебя. Ну вот так. Первый летний месяц в лагере «Про природу» провели больше 30 школьников из разных уголков края. Об онлайн-проекте дети, как правило, узнавали сами из соцсетей и на сайте лагеря. Большинство воспитанников прежде участвовали в других проектах экологического центра, но дистанционный формат выдался исключительным экспериментом. Мы считаем, что это была хорошая репетиция использования дистанционных форм обучения. Думаю, что мы будем развиваться в данном формате, потому что это требование времени. До осени, предполагают кураторы виртуального лагеря, в нем смогут отдохнуть онлайн около сотни детей. Но большинство ребят мечтают вырваться из дома, чтобы вживую встретиться со своими сверстниками и продолжить общение с природой не через экраны гаджетов. Традиционная смена в эколагере, возможно, откроется во второй половине лета. Евгения Величкина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.